Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Начальником отделов ЦДС начислялись необоснованные премии. В итоге их зарплаты были на 100 тысяч выше, чем у руководителя организации. Это выяснилось в ходе проведенной в ЦДС проверки. Средняя зарплата в учреждении составляла 72 тысячи рублей в город-администрации для сравнения около 50. Происходило это в 2023 и 2022 годах. Премии были не разовыми, а постоянными. Как сообщил на заседании комиссии Гордумы, назначенной в марте директор ЦДС Александр Власов, За полтора месяца его работы ситуация изменилась. В учреждении сокращено количество отделов. По итогам марта зарплата начальников отделов составила 56 тысяч рублей. Виновные в нарушениях в ЦДС уже не работают. Экономика. В 640 домах в Кировской области сейчас организованы работы по капремонту. Об этом рассказал руководитель фонда Лаврентий Ситников. По его словам, для ремонта почти 500 домов заключены договоры на проведение работ. Еще по 150 домам разрабатывается проектная документация. Большой объем работ уже ведется. В первую очередь это здания, которые включены в план мероприятий по подготовке к юбилею Кирова. Всего к 650-летию города отремонтируют свыше 250 домов. Из них в 88 работы уже выполнены. В 23 завершены. Ведется приемка. Еще в 140 домах работы идут. В 2023 году был выполнен капремонт в 480 домах Кировской области. В эфире «Экономика». Детям-сиротам в Кирове хотят покупать квартиры меньшей площади. Вопрос обсудили на заседании профильной комиссии Гордумы. Инициатива предусматривает, что жилье для детей-сирот должно быть не менее 22 квадратных метров. Сейчас норматив не менее 26 квадратов. В этом году в Кирове связывают решение с тем, что большинство детей-сирот региона хотят проживать и получить квартиру именно в Кирове. Тут жилье стоит намного дороже, чем в районах, а также не хватает предложений на вторичном рынке. Уменьшение площади, по словам начальника управления опеки Любови Лобастовой, позволит покупать жилье в более новых домах, не ранее 2000-х годов постройки. Депутаты единогласно поддержали инициативу. В этом году за счет субвенции из регионального бюджета на приобретение жилья для детей-сирот выделили 776 миллионов рублей. Нуждаются в жилье 380 человек. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.